Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес, я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео. За многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад. Это продолжение топовых раскладов. Смотрите мои предыдущие два видео. И сегодняшний расклад называется «Мысли мужчины о вас сегодня, завтра, послезавтра». То есть конкретно посмотрим, что мужчина о вас думает сегодня, завтра и послезавтра. При этом, девочки, конечно же, я вам напоминаю о том, что это все-таки общий онлайн расклад. Хотя я и точно знаю, что мои общие онлайн расклады у вас совпадают, проигрываются. То есть они реально сбываются. Но тем не менее, точность общего расклада зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите внизу под этим видео или на заставке к данному ролику. Девочки, только SMS и только на Viber или WhatsApp. По-другому консультация невозможна. То есть обычным SMS я вам даже не отвечу. Потому что у Viber и WhatsApp, конечно, намного больше функций. И приступаем конкретно к раскладам. Девочки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. А также премьеры на моем канале. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение. Очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Поделитесь данным видео в социальных сетях со своими друзьями. Или сохраните его себе. Для того, чтобы посмотреть еще раз позже. Нажмите «Алена Арьес» и окажетесь на моем канале. Где вы получите бесплатную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По любому интересующему вас вопросу. Выбирайте у меня на канале свою сказку на ночь. Они действительно волшебным образом меняют вашу реальность. И еще там есть очень сильные видео на исполнение абсолютно любых желаний. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам в решении любых ваших вопросов. Итак, посмотрим, что же думает о вас ваш мужчина сегодня. И что будет думать о вас завтра и послезавтра. Итак, мысли мужчины о вас. Первая позиция. Сегодня. Завтра. И послезавтра. Вторая позиция. Мысли вашего мужчины о вас. Сегодня. Завтра. И послезавтра. Третья позиция. Мысли мужчины о вас. Сегодня. Завтра. И послезавтра. Четвертая позиция. Мысли мужчины о вас. Сегодня. Завтра. И послезавтра. Итак, девочки, сосредоточьтесь, пожалуйста. Представьте своего мужчину или посмотрите на фотографию. Почувствуйте его и выберите ту позицию, которая вам нравится или которая у вас интуитивно отзывается. Если вы загадываете нескольких мужчин, то после каждого мужчины обязательно переключите свое внимание и мысли на какой-то отвлеченный предмет. И только после этого также сосредоточенно выбирайте позицию для следующего мужчины. Для вашего удобства поставьте видео на паузу. Всем остальным я даю 3 секунды. И приступаем, девочки. Конечно, я немножечко отодвину следующие позиции. Начинаем, конечно же, с первой позиции. Итак, смотрим. Мысли мужчины о вас сегодня, завтра и послезавтра. Ну, смотрите, здесь позиция очень интересная. Во-первых, сегодня он думает о встрече с вами, о каком-то предложении, сюрпризе или подавке в отношении вас. И это действительно будет. Давайте сразу начну рассказывать по разным форматам отношений, потому что дальше остальные карты будут читаться по-разному. Итак, если вы загадали мужчину, который вам нравится. Сегодня он уже думает о каком-то предложении. Не знаю, девочки, в формате данного расклада я не могу вам сказать, сделает или не сделает. Смотрите следующие видео, потому что данные видео действительно они топовые и идут друг за другом. То есть, следующее видео будет его намерение, потом будут действия. Также сегодня, завтра, послезавтра. Ну и сейчас, то есть, если вы хотите конкретно сегодня и сейчас узнать, осуществит ли он задуманная дата, то у меня на канале есть масса других видео, где вы можете посмотреть действия мужчины в отношении вас. То есть, просто переходите на мой канал, как перейти. Есть, то есть, я рассказываю в начале. Тогда вернитесь сначала, посмотрите, как перейти на мой канал. Если вы не знаете, перейдите на канал и найдите то видео, которое вам подскажет, осуществит ли он задуманное. Либо дождитесь следующих моих видео. Итак, думает он о каком-то предложении. То есть, скорее всего, о том, чтобы предложить вам встречу. И, возможно, приготовил еще и какой-то сюрприз. Что он будет думать завтра? А завтра у него какие-то материальные вопросы. То есть, возможно, связанные с вами. Если, к примеру, вы вместе работаете с тем мужчиной, которого вы закатали, или как-то связаны по работе, может быть, по бизнесу, да, то тогда понятно. Если же нет, то все равно какие-то финансовые вопросы, либо вопросы связанные, то есть, какое-то общение будет между вами. Он думает об общении. То есть, я что здесь хочу сказать, девочки? С одной стороны, то есть, сегодня, получается, он будет думать именно о каком-то предложении. У него есть, я вижу по этой карте, что есть чувства в отношении вас. И, конечно, ему бы хотелось с вами встречаться. А завтра и послезавтра он будет думать о каких-то материальных вопросах. То есть, уже не будет у него таких ярких чувств, даже это не чувства больше, а эмоции, да, таких ярких эмоций в отношении вас. Так что, имейте в виду, что завтра и послезавтра вы больше будут волновать какие-то материальные вопросы, либо вопросы, связанные с семьей, родственниками, бизнесом, ну, вот что-то такое. То есть, о вас конкретно он думать не будет. Поэтому, не знаю, сделает ли он вам конкретное предложение, но он об этом думает. Дальше, девочки. Я постоянно сейчас говорю о том, что если у вас роман на расстоянии с мужчиной из другого города, от другой страны, то отнесите себя к какому-либо формату отношений. Но вот здесь есть для вас нюанс именно в первой позиции. То есть, мужчина сегодня думает о встрече с вами. Не знаю, озвучивал ли он вам это или нет, но тем не менее. Завтра он будет продумывать материальную сторону данной встречи. И послезавтра тоже, именно с материальной точки зрения. Потому что ему нужно, видимо, либо заработать, либо продумать, сколько встреча займет. То есть, сколько будет стоить дорога, сколько подарок, презент, сюрприз. То есть, мужчина готовится конкретно к встрече с вами. И продумывает и саму встречу. У него это вызывает позитивные эмоции. Причем высокие позитивные эмоции. И завтра, послезавтра будет продумывать материальную сторону. Дальше, девочки. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Мужчина сегодня продумывает шаг к примирению. У него действительно есть чувства, эмоции. И он продумывает подарок, сюрприз или просто предложение о встрече. А завтра, послезавтра он будет продумывать материальную сторону данного вопроса. То есть, возможно, это затраты вам на подарок или на сюрприз. Возможно, еще какие-то затраты. Ну, скажем, если вы были в браке, тут могут быть какие-то материальные вопросы. Вопросы недвижимости. Либо он просто будет действительно занят работой, бизнесом или своей семьей. Семья, я имею в виду, это могут быть родители, тети, дяди, сестры, братья. Это тоже семья, естественно. Родственные связи, конечно, я здесь вижу. То есть, материальные вопросы, вопросы недвижимости и родственные связи. Но именно сегодня он будет думать о вас, о встрече с вами и о примирении с вами. Вот. Завтра тоже, но тут еще накладываются, как я и сказала, материальные вопросы. Дальше, девочки, для тех, кто в паре, смотрите, здесь у вас достаточно большой спектр. То есть, сегодня так и остается, да. То есть, он будет продумать либо встречу, либо подарок, сюрприз для вас. Завтра, послезавтра материальную сторону вопроса. То есть, возможно, сюрприз связан с материальными затратами. Либо, скажем, здесь вполне возможно, что мужчина для того, чтобы сделать вам предложение, да, продумывает, скажем, снять квартиру для вашего совместного проживания. Или купить недвижимость, чтобы вам было где жить, да. Либо это затраты на свадьбу он продумывает. Либо затраты уже на совместную жизнь будет продумывать завтра, послезавтра. То есть, какие-то материальные вопросы. Но предложение он продумывает. То есть, для тех, кто в паре, это может быть предложение о совместном проживании. Предложение руки и сердца с кольцом вполне возможно, да. Но пока это все еще на уровне мыслей. Поэтому очень советую вам посмотреть следующее видео, какие у него перейдут ли мысли в намерения. Да, и дальше следующее видео, какие будут действия с его стороны, естественно. Дальше. Для тех, кто в браке, все то же самое, девочки, готовит вам ваш муж. Какой-то сюрприз, подарок, да, что-то такое готовит. Конечно, это вызывает у него высокие эмоции. Но зачастую, когда человек для кого-то готовит какой-то подарок или сюрприз, конечно, испытывает при этом очень позитивные, высокие эмоции. Потому что ему приятно уже такое предвкушение, как вы будете радоваться этому подарку или сюрпризу. Завтра, послезавтра он будет продумывать материальную сторону данного вопроса. Связано это, может быть, с приобретением недвижимости, оформлением недвижимости, либо с какими-то затратами. Ну, скажем, может быть, кому-то из вас мужчина собирается подарить дорогое колье, да, или колечко с бриллиантом. Напишите, девочки, пожалуйста, когда... Потому что сегодня, завтра, послезавтра он все это будет продумывать. В ближайшее время, скорее всего, он все равно осуществит задуманное. Потому что карты такие достаточно серьезные. Напишите, пожалуйста, кому какой сюрприз мужчина преподнес. Мне будет очень-очень интересно. Вот такая, девочки, первая позиция. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху. До ссылочки на другие мои видео, которые также призваны вам помогать в решении каких-то ваших вопросов или задач. А также берите у меня на канале сказки на ночь. Они действительно волшебным образом просто меняют вашу реальность. А я перехожу ко второй позиции. Итак, смотрим, девочки, по второй позиции. Ну, если мужчины о вас сегодня... Ага. Вот во второй позиции я даже сама не заметила, а потом уже заметила, что вышло две карты сегодня. Сегодня, завтра и послезавтра. Вот такая очень даже интересная позиция, очень многогранная. Поэтому начну сразу по разным форматам отношений, девочки. Итак, если вы загадали мужчину, который вам нравится. Смотрите, сегодня он думает о том, что вы... Во-первых, у него серьезное намерение. Он думает о своих собственных серьезных намерениях в отношении вас. Во-вторых, он считает, что вы хорошо стоящая на ногах, серьезная, обеспеченная, довольная жизнью девушка. И очень хорошо подходите на роль его невесты. Завтра он будет думать о создании семьи с вами, о серьезных отношениях, о создании семьи в будущем, о рождении детей. То есть он оценил все ваши достоинства. А послезавтра он будет думать о своей собственной страсти, о своих собственных чувствах в отношении вас. Так что, если до сих пор он еще не сделал вам предложение начать отношения, не предложил вам свидания, то в ближайшее время обязательно по этим картам, я думаю, он все-таки вам предложит. Ну, а там действует... Во-первых, посмотрите мои другие видео. Предыдущие, да, о чувствах. Вот, потому что здесь я говорю только о мыслях. И следующие о намерениях и действиях мужчины. Потому что мужчина может думать о многом, да, но что-то может ему, скажем, его собственное стеснение или его какие-то страхи могут мешать ему сделать конкретные действия в отношении вас. Поэтому смотрите, конечно, конкретно по ситуации. Если вы видите, что мужчина стесняется, никак не решится, да, то проявите к нему тоже интерес, да, то есть немножечко подтолкните его, чтобы он увидел, что он вам тоже интересен, симпатичен. Тогда он, естественно, быстрее сделает шаги для начала отношений. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии с мужчиной из другого города и другой страны, ну, все то же самое, да. То есть мужчина видит вас действительно невесту, в будущем жену, хочет создания семьи, и о собственных чувствах он тоже думает. Возможно, здесь по дьяволу еще послезавтра он будет думать, что, может быть, вы его обманываете, может быть, у вас еще кто-то есть, кроме него, да, то есть такие подозрения тоже у него могут быть в мыслях. Вот. Но тем самым, я думаю, то есть такие мысли, наоборот, его быстрее подтолкнут к каким-то решительным действиям. Дальше, для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Мужчина продумывает, естественно, шаги для примирения. Он считает, что вы очень ему подходите, что есть потенциал восстановления и возобновления отношений, что в будущем у вас будет прекрасная счастливая семья. Конечно, зависит от того, в каком формате у вас был разрыв отношений, да. Вот. То есть счастливая семья, детки и все. И так далее, и тому подобное. А послезавтра он будет, у него будут некоторые сомнения. Во-первых, у него будут чувства более яркие. Он будет думать о своих собственных чувствах, о своей собственной страсти. Ну и будут сомнения по поводу того, что вдруг у вас кто-то появился за время разрыва. Вот такие будут у него мысли. Дальше, девочки, для тех, кто в паре, смотрите, ждите предложение руки и сердца. Он продумывает как раз вот этот момент. Он, завтра он будет думать о том, что у вас будет прекрасная семья, что вы прекрасно подходите на роль жены. А послезавтра также будут, он будет думать о своих собственных чувствах. И посетят его мысли о том, что может быть у вас есть еще какой-то поклонник. То есть мысли о том, что вдруг он вас упустит. То есть вот такие мысли страстные, в перемешку с некоторой ревностью, они его, конечно, подтолкнут к более быстрым и более решительным действиям. Так что имейте в виду, что послезавтра у него такие будут мысли. Да, если вы в паре, могут быть какие-то цепляния со стороны мужчины, обусловленные его страстью и ревностью. Что-то как-то будет над вами подтрунивать. А может быть у тебя еще кто-то есть или что-то такое. Ну, то есть вполне возможно. Ну, по крайней мере, вы уже будете знать, какие мысли будут в его голове послезавтра. Для тех, кто в браке, мужчина счастлив. Он считает, что вы достойная пара. Сегодня он об этом будет думать, да, о том, что вы достойная пара. Здесь еще, конечно, для тех, кто в браке, могут быть какие-то денежные вопросы. Для тех, кто в паре, кстати, вполне возможно тоже, что будет мужчина сегодня думать еще и о материальной стороне вопроса. То есть, например, о подготовке к свадьбе. То есть, конкретно о материальных затратах на свадьбу, на торжество или на что-то еще. Возможно, еще и об этом. Но для тех, кто в браке, тоже какие-то материальные вопросы будет продумывать мужчина. Возможно, вопросы недвижимости, вопросы обеспечения семьи. И здесь еще, возможно, смотрите, по девятке, да, возможно, он продумывает зачатие. А может быть, вы уже беременны, да. И тогда мужчина продумывает, будет продумывать сегодня именно о материальном стороне вопроса. То есть, как родится ребеночек, что нужно, сколько на это нужно денег, да. То есть, конкретно какие-то материальные вопросы он сегодня будет продумывать, связанные с вашей семьей. Завтра он будет думать о том, что он счастлив, что у вас прекрасная, замечательная семья, что вы прекрасная жена и мать. Если у вас уже есть детки, если не, значит, что она в будущем будет думать, что в будущем у вас будут прекрасные детки. Вот. А послезавтра у него будет страсть и ревность. Вот. Так что имейте в виду, естественно, за счет вот этих чувств он может быть несколько... Ну, то есть, какая-то нервозность может проявляться с его стороны. Но вы уже знаете, что у него будет в голове и в мыслях послезавтра. Поэтому будьте сами более спокойными. С пониманием отнеситесь к тому, что, да, мужчины иногда ревнут. Но мы ведь тоже иногда ревнуем, да. Поэтому отнеситесь просто с пониманием. Также, девочки, обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам также в любой вашей жизненной ситуации. И переходите на мой канал. Там у меня есть бесценные, реально действующие сказки на ночь. Они созданы специально для вас. И переходим к следующей. К третьей позиции. Смотрим по третьей позиции. Мысли мужчины о вас сегодня, завтра и послезавтра. Ну, смотрите, девочки. Также начну сразу по разным форматам отношений, чтобы не терять времени. Если вы загадали мужчину, который вам нравится. Он думает о переменчивости. То есть он не поймет. И своих чувств он пока понять не может. И ваши. То есть он не знает, нравится он вам или не нравится. Хотите вы с ним отношения или не хотите, да. И себя он тоже пока не поймет. То есть он пока думает о переменчивости. Да, ему бы хотелось с вами встреч, но о каких-то серьёзных отношениях он не думает вообще. То есть ему бы хотелось. То есть вот буквально сегодня ему хочется с вами встречи. Но он не знает, хочется ли вам. Ну, то есть такая переменчивость. Причём переменчивость даже не каждый день получается, да. А в течение дня даже у него мысли разные. И он и себя не понимает, и вас не понимает. Здесь лучше всего действительно дать ему понять, что он вам тоже нравится. Завтра он будет думать о том, что в принципе с вами хорошо, приятно, да. Будет готов вам, будет думать о том, чем он может вам помочь. Или наоборот, то есть зависит от того, какой мужчина может быть. Будет думать о том, чтобы он, наоборот, у вас попросит какой-то помощи. Не обязательно материальной. Там может быть любая помощь. Может быть любое общение. То есть о каком-то общении с вами. Возможно, будет анализировать, чтобы понять, нравится он вам или не нравится. Ну, то есть будет думать о вас. Конкретно, ну, именно, не могу сказать, что прям абсолютно. Да, это, конечно, будет на позитиве. Он будет думать о вас. Но как-то вот переменчиво все равно. Вот. И послезавтра он будет думать, что у вас есть кто-то другой, что у него нет шансов. Ну, то есть действительно вот переменчивость такая. То есть и по дням переменчивость, и даже в течение дня сегодня у него будут разные мысли. То ему предказаться, что он вам нравится, то наоборот. И так же в отношении себя он тоже самое. То есть мужчина, я хочу сказать, очень неуверенный в себе. Если вы дадите ему понять, что он вам нравится, да, то есть сами будете проявлять как-то больше инициативы, заинтересованности, то, в принципе, вполне возможно начало отношений с этим мужчиной. Вот. Если вы по-прежнему будете с ним играть, то есть то показывать заинтересованность, то нет. Он так и не определится и шагов никаких в вашу сторону не сделает. Хотя даже если вы ему покажете симпатию, вот при таких сомнениях, не факт, что он будет делать какие-то шаги. Может быть даже действительно ему предложить, может быть пойдем попьем кофе, да, уже там что-то выяснить. То есть инициатива здесь должна быть с вашей стороны. Мужчина здесь без инициативный, постоянно сомневающийся. То есть он сам в себе-то сомневается, не то что у вас. Дальше. Для тех, у кого Роман на расстоянии, мужчина тоже такой переменчивый, сомневающийся. Но очень хочет, то есть сегодня он будет думать о встрече с вами. И будет взвешивать все за и против. Поехать к вам на встречу или не поехать. Стоит, не стоит, нужно, не нужно. Хочу, не хочу, да. Ну, то есть вот такая переменчивость. Завтра он будет думать о материальной стороне вопроса. Будет думать о том, что было бы здорово, если бы вы помогли ему материально, чтобы он мог приехать к вам на встречу. Также будет рассчитывать затраты на встречу. Вот. То есть разные мужчины по-разному. Кто-то будет ждать предложение, а вдруг вы предложите помощь материальную, да. Кто-то реально об этой помощи попросит. Другие просто будут рассчитывать материальные затраты на поездку, на встречу. А вот. Послезавтра он, то есть он все просчитает. А послезавтра он будет сомневаться, вдруг у вас есть кто-то еще, вдруг он съездит и зря потратит деньги. Вот. То есть, ну, тут тоже сомнений на самом деле масса. Что вам здесь посоветовать для тех, у кого роман на расстоянии? Но дело в том, что тянуть его и что-то ему доказывать, честно говоря, смысла нет. Но если у вас уже встречи были, да, то есть если это не первая встреча, вот, то имейте в виду, что вот прям каких-то серьезных намерений, хотя вот намерение, это будет следующее видео, но у него просто в мыслях вот нет какой-то вот серьезности, да. То есть не думает он о семье, о браке, с вами. Просто вот просчитывает, то есть некоторая меркантильность. Я вижу некоторую меркантильность, то есть он просчитывает и, честно говоря, вот жалко ему вот этих затрат на поездку. Поэтому не факт, во-первых, что он приедет, вот, опять-таки гарантии, но никто никаких ему гарантий не даст. И потом даже если вы их дадите, если вы даже там какие-то заверения ему расскажете, все равно, потому что ему элементарно жалко денег на поездку. Поэтому он и сомневается. Кроме того, он еще сомневается в себе, в вас. То есть достаточно сложная ситуация. Поэтому вот тянуть его как бы тоже смысла нет. Даже наоборот где-то, хотя отталкивать вы его начнете, он оттолкнется, потому что он просто не способен на какие-то решительные действия и мыслей серьезных у него тоже нет. Поэтому, ну, подождите, пока он еще колеблется, да, пока он куда-то в какую-то сторону остановится. Здесь даже больше я и посоветовать ничего не могу, потому что я вам рассказала, собственно, все за и против, да. Если вы так поступите, будет так. Если так, то вот так. Ну, либо он уже определится, все-таки решится на эту самую поездку, встречу, либо нет. На самом деле от вас тут мало что зависит. Хотя он, я же говорю, даже если вы его будете уверять, заверять там. Нет, если вы ему оплатите, в принципе, материально, то вот так в этом случае, скорее всего, он приедет, да. Дальше. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, смотрите, девочки, сегодня он будет сомневаться и в себе, и в вас думать, помириться, не помириться, надо, не надо, да. То есть, такие разные сомнения за целый день. У него будет масса разнообразных мыслей. Завтра он будет думать о том, что хорошо бы было, если бы вы попросили его помощи, он бы вам помог. Это, понимаете, одно дело сделать шаг к примирению, да, и для него это тяжело. Другое дело, если вы, к примеру, попросите, ты знаешь, мне вот срочно нужна твоя помощь, нам сделать то-то, то-то. Вот завтра он будет думать именно об этом. Или, может быть, вы действительно хотите его попросить о помощи, ну, то есть, это будет как раз таки завтра, кстати. Он будет готов вам помочь, и это как бы такая причина, да, для встречи, для разговора, для примирения. Вот, а послезавтра он почему-то будет думать о том, что, наверное, кто-то есть, будет ревновать, сомневаться опять. Вот, ну, как-то вот так. Что тут с вашей стороны? Честно говоря, здесь примирение возможно по его мыслям, но если вы, скажем, несколько, ну, постоянно будете просить его о помощи до тех пор, пока это примирение не произойдет. То есть, то одно попросите помочь, то другое, конечно, его хвалите, восхищаетесь, да, когда он вам поможет. Это, скорее всего, приведет к примирению. В вашем случае. Для тех, кто в паре, девочки, здесь тоже мужчина очень сомневается. Нужен он вам, не нужен. А нужны ли вы ему, да, а зачем, и так далее, и тому подобное. Сегодня у него будет миллион сомнений, миллион терзаний по колесу фортуны. Дальше. Завтра, кстати, наоборот, он будет готов к общению, к какому-то конструктивному разговору, к тому, чтобы вам помочь чем-то, может быть, даже материально. Так что, завтра такой более плодотворный будет день. Послезавтра у него опять будет миллион сомнений, миллион терзаний, еще и подозрения, что у вас есть еще какой-то поклонник, не знаю, там, любовник. Страх вас потерять, естественно. Ну, вот такой мужчина, то есть он все время сомневается, сомневается в себе, в вас, в отношениях, во всем абсолютно. Да, у мужчины есть страхи и комплексы. Дальше. Для тех, кто в браке, тоже тут у мужчины сегодня будет миллион сомнений, миллион терзаний. Нужен он вам, не нужен. Нужны ли вы ему, или не нужны. Зачем я вообще женился. А может быть, я правильно сделал, или неправильно. Ну, в общем, сомнений будет масса. Миллион сомнений, миллион терзаний. За день. В мыслях о вас. Завтра день будет конструктивный, очень хороший. Это будет какая-то взаимопомощь. Какие-то совместные бытовые вопросы вы будете решать, или заниматься какими-то делами совместными бытовыми. По крайней мере, он думает именно об этом. Думать будет завтра именно об этом. Может быть, о совместном бюджете. О решении каких-то материальных вопросов. О чем-то таком. Ну, именно в конструктивном ключе. А послезавтра у него опять начнется миллион сомнений, миллион терзаний, еще и подозрений о том, что у вас кто-то есть. Может быть, поклонник, любовник, кто-то еще. Здесь и ревность, конечно, и страхи, и сомнения. То есть, и конфликтность, конечно же. Обусловленная всеми этими мыслями, будет и некоторая конфликтность с его стороны. Поэтому имейте это в виду. Вот такая замечательная, девочки, третья позиция. Переходим теперь к четвертой позиции. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это для вас. Ссылочки на другие мои видео. Также берите сказку на ночь, конечно же. И четвертая позиция, девочки. Мысли мужчины о вас сегодня, завтра и послезавтра. Ну, мысли прекрасные на самом деле. Мужчина сегодня будет думать. Давайте по разным форматам отношений сразу. Если вы загадали мужчину, который вам нравится. Сегодня он будет думать об отношениях с вами. То есть он вас оценил и думает, что вы будете прекрасной парой, что с вами можно создать прекрасную, счастливую семью. То есть он вас рассматривает на роль невесты и жены. Завтра он будет думать о встрече с вами. То есть, скорее всего, у вас, даже если вы загадали мужчину, который вам нравится, скорее всего, встречи какие-то были. Потому что он о них думает. И ему есть что оценивать. То есть завтра он будет думать о встрече, конкретно о встрече с вами, о том, чтобы перевести отношения уже на другой, более серьезный уровень. А послезавтра он будет думать о какой-то борьбе с вами. То есть это отстаивание каких-то интересов, каких-то своих позиций, чего-то еще. Возможно, как раз-таки после встречи. То есть вполне возможно, что завтра у вас будет встреча какая-то, запланированная или не запланированная. И после встречи он будет думать о том, что нужно отстаивать свои интересы и так далее, и тому подобное в отношении вас. Поэтому этот момент обязательно учитывайте. То есть не нужно, конечно, да, свои границы нужно выставлять, но не нужно перегибать палку. Дальше. Для тех, у кого роман на расстоянии с мужчиной из другого города, другой страны, мужчина действительно вас сегодня рассматривает и думает о том, что с вами нужно создать семью, да, то есть конкретно брачные отношения. Завтра будет думать о том, чтобы сделать вам предложение. Ну, по крайней мере, продумывать будет в этот момент. Это может быть предложение встречи или предложение руки и сердца. Но это мысли, девочки. Не путайте, да, не действуй. Это мысли его. А послезавтра будет думать, что с вами все не так просто, что еще нужно с вами поработать, что еще нужно выставить свои границы, поставить вас на место и объяснить, кто прав. Кто прав и кто главнее в ваших отношениях. Дальше. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод. Сегодня и завтра мужчина будет думать о примирении, восстановлении отношений, о том, что у него есть к вам чувства, что нужно восстановить, что у вас еще, у вашей пары есть потенциал на развитие счастливых отношений. А в будущем. Вот поэтому как раз таки об этом он и будет думать. А послезавтра будет думать как раз таки о вашем конфликте, о том, кто прав, кто виноват, анализировать ситуацию и думать о том, что все-таки нужно выставить свои границы, отстоять свою точку зрения. Ну, то есть конкретно о каком-то конфликте, о какой-то борьбе именно в паре. Дальше для тех, кто в паре как раз таки. Здесь мужчина сегодня будет думать о том, что вы прекрасно подходите на род жены, с вами можно создать прекрасную, счастливую, гармоничную семью. Завтра он будет думать о встрече с вами, о предложении руки и сердца, о помолвке, о браке с вами. Здесь, возможно, даже уже по этим картам, возможно, вы уже получили предложение руки и сердца и готовитесь к свадьбе. То есть такое вполне возможно. Послезавтра он будет думать о борьбе с вами. Ну, зачастую мужчины как думают, что я главный, вот она не считается своими интересами, там или еще что-то, что нужно выставить свои границы, отстоять свои интересы, доказать, что я прав. Ну, то есть вот такая борьба. По крайней мере, он будет об этом думать. Как это все проиграется в реальности, ну, скорее всего, что он попытается, естественно, отстоять какие-то свои позиции и интересы. Не обязательно послезавтра, то есть послезавтра он просто будет об этом думать. Дальше, для тех, кто в браке, сегодня мужчина будет думать о том, что он счастлив, что у вас все прекрасно, о ваших отношениях, в вашем браке. Завтра он также будет думать о своих чувствах в отношении вас. Возможно, о каком-то даже торжестве, может, здесь может быть любое торжество, это может быть день рождения чьей-то, то есть будет конкретно думать о каком-то празднике, торжестве или о чем-то еще. Ну, и о своих чувствах в отношении вас в том числе. Дальше. Послезавтра у него мысли совершенно поменяются, он как раз-таки наоборот будет думать о том, что вы не совсем правы, что вы его не цените, то есть об отстаивании своих границ, о борьбе с вами, что вот я главный, она этого не ценит, ну, то есть конкретно об отстаивании своих позиций, своих интересов, своей правоты в чем-то, в каком-то вопросе. Что-то его задвинет, зацепит, не знаю, послезавтра, и он будет думать о том, что обязательно вам нужно доказать, что он мужчина, что он всегда прав, что именно он глава семьи и так далее, и тому подобное. Вот такая, девочки, четвертая позиция. Обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху, это ссылочки на другие мои видео, которые также помогут вам в любой вашей жизненной ситуации. И берите у меня на канале, выбирайте свою сказку на ночь. Ну, а я перехожу, как всегда, по традиции, к карте за исполнение желаний. Желание загадывайте правильно. Карта выпала. Желание загадывайте правильно. Правила загадывания желаний есть внизу под этим видео в инфобоксе есть ссылочка на мою группу ВКонтакте «Зеркало судьбы». Переходите по ссылочке и изучайте правила закадывания желаний. Кто еще этого не сделал. Также, девочки, рассказывала я в двух предыдущих видео о том, что ставите лайк вы и подписывайтесь, и пишите комментарии не для меня, а для себя. Потому что есть законы государства, которые иногда можно обойти, но есть законы природы, которые действуют абсолютно всегда и абсолютно для всех. И я вам привела в пример закон бумеранга и закон сохранения энергии. То, что ко все мои видео припитаны позитивной энергии, которую я даю вам для того, чтобы ваша жизнь с каждым просмотром моего видео становилась лучше и лучше. Чтобы в вашей жизни становилось больше позитивных событий и ситуаций. И по закону сохранения энергии вы должны мне тоже вернуть, как бы, да, я вам, то есть должен идти энергетический обмен. Я даю вам, вы даете мне в качестве лайков, подписок и комментариев. Даете свою энергию. И так идет взаимопнив. Если же вы не ставите лайки, подписки, да, не пишите комментарии, ну, я понимаю, что комментарии могут писать не все, да, поэтому хотя бы лайки и подписки. Вот. Ну, а если комментарии это еще лучше, то есть больше естественной энергии будет идти энергетический обмен, он будет больше. То есть чем больше вы делаете для меня, тем больше вы получаете соответственно моей вот этой позитивной энергии. Если вы этого не делаете, энергообмен не идет и соответственно моя энергия к вам никак не поступит. Так что делайте свой выбор сами. Ставить лайк или не ставить, подписываться или нет. Итак, счастливая карта на исполнение всех ваших желаний. И это двойка пентаклей. Двойка пентаклей говорит о том, что большинство из вас, скорее всего, у вас либо какое-то неоднозначное желание, либо промикнуло два желания сразу. Да, вот я хочу сказать, что даже два желания, то есть по двойке пентаклей именно они исполнятся. Либо одно желание содержит как-то две каких-то составляющих. В любом случае ваше желание исполнится по двойке пентаклей, но карта говорит о том, что вы пытаетесь сидеть на двух стульях, но по двойке пентаклей у вас прекрасно это получится. Так что принимайте ваши желания. Как принимать, я рассказала чуть раньше, помните о законе сохранения энергии, об энергетическом обмене между мной и вами. Получайте мою позитивную энергию, которой пропитаны все мои видео и даже просто конечно волшебные сказки на ночь, которые реально меняют жизнь, это один момент. И даже все мои видео, если даже просто вы будете слушать, смотреть, даже ничего не закатывают, многие девочки так и делают, то в любом случае ваша жизнь будет улучшаться. Лично, будь то личная жизнь, или это работа, финансы, любая составляющая, в любом случае вашей жизни благодаря просмотру моих видео будет появляться больше и больше позитивных событий и ситуаций. На этом дорогие мои девочки желаю вам счастья, радости, удачи, всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч, новых видео. Пока, пока.